В Кустанайской области высокие показатели падежа скота. Об этом заявил первый замакима региона. ГЛС Нурмухамбетов рассказал, что за последние пять лет по области пало почти 11 тысяч голов КРС. Кроме того, в некоторых районных хозяйствах допущены факты возникновения серьезных очагов заболевания животных бруцеллезом и туберкулезом. Халатное отношение к своим обязанностям зови специалистов хозяйств привели к тому, что из-за инфекционных заболеваний в 2013 году полностью было сдано на санубой поголовье ТО Прилеченское, Енисского района, в количестве 2259 голов, в том числе коров, свыше 500 голов. В 2014 году ТО Карабулыцкий сход в количестве 859 голов КРС. Кстати, это единственная в области маточной поголовье красно-стебной породы. Чтобы не допустить заражения скота особо опасными заболеваниями, на территории области в этом году Ветслужба проводит вакцинацию против семи особо опасных болезней животных, среди которых сибирская язва, бешенство и пастерилез. Как отметил руководитель управления ветеринарии, в целом ситуация в области по особо опасным болезням сельхозживотных стабильная. На сегодня Кустанайская область входит в число девяти регионов республики, которые являются благополучной зоной от опасной болезни, как ящер, без применения вакцинации. Это означает, что животноводческую продукцию, производимую на территории нашей области, можно вывозить без ограничений во все страны мира. Однако совсем другая ситуация складывается с инфекционными заболеваниями. Сохраняется напряженная ситуация по хроническим инфекционным заболеваниям, в частности по бруцелезу сельхозживотных. По итогам первого полугодия 2015 года уровень зараженности по бруцелезу КРС по области составил 1,5%, а к концу ноября месяца снизилось до 0,9%, что указывает на стабилизацию эпизодической ситуации. Берегжан Каебай отметил, что в этом году на 10 неблагополучных пунктах по бруцелезу проведен полный комплекс оздоровительных мероприятий, после которых в 6 пунктах ограничения по инфекции снято. Имеются случаи осложнения эпизодической ситуации по бруцелезу в ранее благополучных хозяйствах. К примеру, это то Аман-Терсег на Урзумского района, где зараженность составила 31%, или еще то Приреченская, аграджи Тагаринского района, где зараженность составила около 10%. Подробно обсудили на совещании ситуацию с таким заболеванием, как пастерилез. Напомним, в период с 10 мая по 10 июня этого года на территории Амангельдинского и Женгельдинского районов была вспышка этой инфекции в остропатогенной форме, от которой погибло 113 тысяч сайгаков. Чтобы не допустить перезаражения животных в хозяйствах и подворьях, ведь служба области провела дополнительную иммунизацию около 10 тысяч голов в угрожаемой зоне. Продолжение следует...